Здравия вам всем желаю! И вновь в программу обзор позавчерашней прессы ее ведущий Семен Ключевский сопровождают вас в интереснейшем путешествии по старинным газетным подшивкам. Газета «Раннее утро» за 1907 год в мире литературы и искусства. Германия начинает проявлять заметный интерес к молодой русской литературе. Недавно появилась у мюнхенского издателя «Ripper» русише лирик Гегенвард, куда вошли переводы Элиасберга из Бальмонта, Валерия Брюсова, Гиппюс, Минского и Федора Сологуба. Вслед за ней появился в Вене сборник лирик Дес Аусландес, куда вошли из русских поэтов наших дней Бальмонт, Брюсов, Блок, Мережковский и другие. Отдельной книгой появился сборник рассказов Валерия Брюсова «Земная ось» в переводе Гюнтера в издании Вебер. То же издательство выпустило сказки Федора Сологуба и выпускает драму Брюсова «Земля». В Вене выходит перевод полного собрания сочинений Зинаиды Гиппиус. Просто голова кругом идет от такого букета имен. Вечерняя Москва 1931 года. Раздел «Что нового». Сургуч не только спутник канцелярской переписки. Грозный символ совершенной секретности письма. Сургуч имеет и более практическое применение. Им запечатывают двери, склады, магазины на ночь и так далее. До сих пор в СССР Сургуч не вырабатывался. Его ввозили за границы. В будущем году впервые приступит к производству Сургуча фабрика «Красный художник». Она выпустит первую партию в 150 тонн Сургуча. Вечерний Новосибирск 1981 года. Дискотека. Приемлема ли такая форма организации досуга для подростков? Возможно ли присутствие здесь произведений классического репертуара, народной музыки? Ответом на эти вопросы стал эксперимент, проведенный детским клубом подросток Калининского района. Начинается дискотека. Постепенно исчезает скованность ребят, все танцуют. И вот неожиданный поворот. В самой гуще ребят появляется группа людей в русских национальных костюмах. Они поют народные песни, пляшут, завлекая в свой круг ребят. Это фольклорный ансамбль москвичей, прибывший в наш город на гастроли. Поначалу удивлению ребят нет предела, но потом лед тает. И шумной гурьбой провожают они артистов, подпевая им и пританцовывая. А что если провести такой эксперимент в нынешнем ночном клубе? Независимая газета 1992 года. Рост цен на квартиры в Екатеринбурге. За минувшую неделю средняя стоимость однокомнатной квартиры в Екатеринбурге составила 1 миллион 800 тысяч рублей, 2-комнатной 2 миллиона 800 тысяч рублей, 3-комнатной 4 миллиона 500 тысяч рублей. При этом наблюдается устойчивая тенденция к росту цен. В текущем квартале стоимость квартир в городе еженедельно поднимается в среднем на 200-300 тысяч рублей. Расчет производится в основном наличкой, ваучеры не принимаются. Еще бы, тогда на ваучеры можно было разве что джинсы купить. Что я, кстати, сделал с успехом. Известие за тот же год. Чарльз и Диана расходятся по-английски. Наследник британского престола Чарльз, принц Уэльский и его супруга принцесса Диана решили жить порознь, хотя формально их брак не расторгается. Это сообщение сделал на заседании палаты общин Джо Мэйджер, сославшись на заявление Букингемского дворца. Здравия вам всем желаю.